МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина о главных событиях сегодня. Сомнительная, горячительная или откуда контрафактный алкоголь под известными брендами попадает на прилавки? Жестокий квартирант, как обыкновенный бомж, очаровывал девушек и за что мстил каждый из них в рубрике «Дело номер». Это был регион Уфа, Оренбург, Челябинск, регион, и там совершил серию убийств, изнасилований. А также несовершеннолетняя парочка грабителей, уклонисты от армии, раскрыты убийства и не только. Романтические отношения в наши дни требуют определенных финансовых вложений. Но где их взять, например, несовершеннолетним? В середине января девушка и юноша решили зайти в гости в поселке Борки. Их абсолютно не смутило, что хозяев нет дома. Напротив, появилась возможность забраться в жилище незамеченными и украсть ноутбук. Для этих целей идеально подошло окно, а джентльменский парень пропустил подругу вперед. Девушка была задержана в этот же вечер после совершения преступления. В ходе личного досмотра у девочки, кроме похищенного блока, который уже был сдан, то есть, соответственно, подозрение ее в совершении кражи, и также еще было обнаружено наркотическое средство, которое по весу в последующем проведении экспертизы относились к крупному размеру. За кражу малолетним хулиганам грозит до шести лет лишение свободы каждому. За наркотики девушке уже серьезнее – еще до десяти. Неплохо и детям, и родителям на досуге почитать уголовный кодекс, чтобы не было мучительно больно за потерянную юность. В боксе гаражного кооператива запасливые граждане ничего только не хранят. Например, в одном из гаражей оперативники обнаружили целый склад алкогольной продукции. Куда ни глянь, сплошь элитная, но верить акцизным маркам не стоит. Самое интересное, что подпольная торговая точка давно хорошо известна оперативникам. Только в течение года полицейские трижды изымали контрафактный алкоголь. Владелец привлекался и к уголовной ответственности за использование поддельных специальных акцизных марок. Но даже это не стало уроком. Виски, коньяк, водка – более 7 тысяч литров горячительного, залиповой ширмы известных брендов. По предварительным данным, суррогат реализовывался небольшими партиями по весьма доступной цене через знакомых продавца. Товар мог попасть и в мелкие розничные точки, и в заведение общепита. Вся продукция изъята и направлена на экспертизу. Но пока беленькая в цене и имеет спрос, таких предприимчивых продавцов штрафами не напугаешь. По горячим следам следователи Московского МСО раскрыли убийство мужчины в доме на улице Электрозаводской. По словам соседей, у погибшего частенько бывали новые друзья. И пили они далеко не чай, но в принципе вели себя тихо и никому не мешали. Когда тишина стала слишком навязчиво, решили заглянуть внутрь. Убийцей оказался 20-летний житель другой области. Мужчина имеет семью и никогда не был судим. После совершения преступления мужчина из квартиры погибшего похитил сотовый телефон. И благодаря только этому и проведению, как я говорил, в технических мероприятиях, было установлено местонахождение телефона. Ну и, соответственно, были установлены лица, совершившие преступление. Сейчас задержанный под стражей и дает признательные показания, из-за чего он схватился за нож. Многие молодые люди отказываются идти на службу в армию не из-за рассказов о дедовщине, которые влияют скорее на их родственниц, а в силу неосознанной подспутной несправедливости, которую до сих пор не сформулировал внятно ни один российский социолог. Есть много способов воздействия на уклонистов. Обычно под таким преступлением предусмотрен, если человек признает, соответственно, штраф. Но не признает, возможно, получение условного срока. После осеннего призыва появилось два уголовных дела. Оба потенциальных защитника 89-го года рождения. Но если первый прошел медосмотр и сбежал, то второй развел целую философию, мол, нет еще того государства, которое он готов закрывать широкой спиной. Ситуация такая, что у него есть какие-то определенные свои политические, идеологические соображения, по которым он говорит, что законом данного государства я не собираюсь подчиняться, и в этой армии служить не собираюсь. Раньше говорили, какая армия, такая и страна. Сегодня говорят, какая страна, такая и армия. Слова вроде одни и те же, а что-то не то. Благодаря видеорегистраторам причины многих аварий на дороге можно проанализировать. Один из самых частых случаев вылетел навстречку. Если это больше груст, то шансов у владельцев малолитражек немного, когда летящая махина неуправляема совсем, например, оторвавшийся прицеп, еще меньше. Это результат давней аварии, произошедшей в Рязанской области. Последнее, что видел водитель развороченной «семерки», несущийся на него прицеп. Погибший не успел выбраться из захваченной огнем машины. На прицепе была неисправность тягостей к новому устройству. Данную неисправность водитель при должном внимании, необходимых в соблюдении предъявляемых к нему требований, правильного дорожного движения мог обнаружить перед выездом непосредственно. И не допустить выезд автомобиля с технической неисправностью. Часто родственники погибших настаивают на более суровом наказании, хотя почти все ДТП относятся к преступлениям по неосторожности. Виновникам подобных аварий грозит до пяти лет лишения свободы, но редко реальный срок бывает максимальным. Никто не застрахован от ЧП в дороге и никогда не знает, в каком состоянии и на каких автомобилях участники движения вокруг. Но лишний раз проверить своего железного коня перед выездом не помешает, чтобы не наказывать самих себя. Это уголовное дело закрыли относительно недавно, в 2006 году. За серийным убийцей Олегом Заикиным охотилась милиция шести российских регионов. Но в изоляторе он просидел недолго. Не прошло и месяца, как преступник повесился на простынях, оставив лаконичную записку. Не хочу всю жизнь провести за решеткой. Олег Заикин родился на Урале в 1972 году. Рос парень, в общем-то, в нормальной благополучной семье, работящий отец и мать. Отец рабочий одного из заводов, всю жизнь на этом заводе проработал. Учился будущий преступник плохо, но очень увлекался радиотехникой. По воспоминаниям одноклассников, Заикин мог починить любой радиоприемник, а частенько самостоятельно собирал радио. Это увлечение и толкнуло его на первое преступление. Ему было всего 12, когда для очередного приемника понадобилась редкая деталь. Приобрести ее в магазине не было никакой возможности. И Заикин решил позаимствовать ее у соседа. Мальчик украл импортный магнитофон и вытащил из него нужную запчасть. Когда кража вскрылась, Заикину поставили на учет в детскую комнату милиции. Отец стал пристально следить за сыном. Возможно, поэтому он не попал в колонию еще в школе. То он кого-то избивал в школе, то он поджег дверь соседа, то он уничтожил школьные учебники. Но все это казалось мелкими детскими шалостями. Есть версия, что главный перелом в судьбе Олега Заикина произошел в армии. Он был призван в 92-м году. Но почему-то совершил попытку самоубийства и был комиссован. Юноша стал взрывным и непредсказуемым. Говорили, что он подвергся сексуальному насилию со стороны сослуживцев. Так это или нет, неизвестно. Но однажды преступник сильно избил свою подругу. И почувствовал такое удовольствие, что с тех пор каждую любовницу подвергал жестоким истязаниям. Быть почетным работником крупного предприятия – особая честь. Отец Заикина, Анатолий, надеялся, что сын все переживет и продолжит его дело. Благодаря отцу Олега взяли на завод. Но ему это было совершенно не нужно. Работать он не хотел. С группой таких же молодых людей он совершил крупную кражу в этом заводе. И когда отец узнал об этом, то отец повесился, поскольку он хотел гордиться своим сыном. Хотел из него сделать хорошего работника. В 95-м году во время любовных утех Заикин не рассчитал свою силу и девушка умерла. В то время преступник промышлял в Челябинске, забирался в окна первых этажей и совершал кражи. Так продолжалось 10 лет. Но в 2005-м году в Оренбурге, когда Заикин уже залез в очередную квартиру, неожиданно вернулась хозяйка с двумя маленькими детьми. Картина, которую увидели следователи, была не для слабонервных. Но поймать гастролирующего убийцу оказалось не так просто. Это был регион Уфа, Оренбург, Челябинск этот регион. И там совершил серию убийств, изнасилований. Причем в основе он, конечно, совершал квартирные кражи. По данным милиции, за два месяца жизни в Уфе Олег Заикин совершил более десятка квартирных краж. А также одно нападение на несовершеннолетнюю. До Уфы маньяк отметился в Татарстане. По данным МВД республики, в начале мая 2006 года в Казани были задушены 49-летняя женщина и 16-летний подросток. Как сообщили в милиции, мотивом убийства было ограбление. Преступнику удалось скрыться, но в обоих случаях на месте преступлений были найдены отпечатки пальцев. Иногда преступник вел себя хитрее и специально бинтовал пальцы. По городам уже разлетелись вот такие ориентировки. Заикин Олег Анатольевич, 1972 года рождения, бомж, рост 180 сантиметров, волосы рыжеватые, может носить усы или бороду, всегда не брит, одет неряшливо, имеет шрам на левой руке, на правой руке отсутствует фаланга на безымянном пальце. При знакомстве обязательно спрашивает возраст девушки. В Оренбурге за его поимку местные власти обещали вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Там маньяк орудовал в апреле 2006-го. В квартире, которую он снимал, милиционеры нашли труп задушенной девушки. Как показала судмедэкспертиза, перед смертью она была изнасилована. Во время обыска криминалисты обнаружили отпечаток пальца на пластиковом стаканчике в куче вещей. След принадлежал все тому же Заикину. Девушка еще одна, которую он изнасил, осталась жива. И она рассказала о временном жилье этого преступника. Вышли органы внутренних дел на это жилье. Удалось установить его личность. Он был объявлен в федеральный розыск. Как говорят милиционеры, до этого эпизода за ним числилось еще 6 убийств девушек в Челябинске, Тюмени, Екатеринбурге и Улан-Удэ. По словам случайных свидетелей, Заикин легко втирался в доверие и всегда пытался добиться более близкого знакомства. На свиданиях сорил деньгами, угощал девушек, затем приглашал на заранее снятую квартиру, потом насиловал и душил. А после уезжал из города, перебираясь в другой регион. Город обложили со всех сторон. Выскользнуть из него было довольно проблематично. Почти месяц тщательный поиск не давал положительных результатов. Но однажды милиционерам повезло. Продавщица в магазине на автозаправке заметила, что у покупателя нет одной фаланги на мизинце правой руки. Она вспомнила, что именно о такой примете она читала в листовке, которую принес ей участковый. Женщина осторожно вышла вслед за беспалым покупателем и увидела, что тот сел на пассажирское сидение синего форда. За рулем была женщина. К заявлению продавщицы милиционеры отнеслись весьма серьезно. Всем патрульным машинам были переданы приметы и номер авто с четким указанием не пытаться задержать Заикина самостоятельно. Ведь он мог взять женщину в заложники. Было приказано только следить. Но несмотря на осторожность, преступник почувствовал слежку. Как позже расскажет женщина-водитель, молодой человек подсел к ней в Орджоникидзовском районе Уфы и попросил отвезти в ближайший пригород. Попутчик женщине понравился, и она согласилась. Но после заправки пассажир сильно разволновался. А через некоторое время вдруг достал большой охотничий нож, приставил его к горлу женщины и потребовал отвезти его обратно. Скорее всего, Заикин понял, что уйти из города ему не дадут. А потому остановил машину в безлюдном месте, потребовал, чтобы женщина ехала дальше и скрылся в кустах. Девушке повезло, в отличие от других, она только не на шутку перепугалась. Его задержали в той же Уфе на очередной съемной квартире. Оперативники обнаружили охотничий нож длиной 26 сантиметров, пачку презервативов и, как ни странно, икону. Во время следствия Заикин без эмоций рассказал обо всех совершенных злодеяниях. По совокупности совершенных преступлений маньяку грозило пожизненное лишение свободы. Но 20 ноября 2006 года в сезон номер один города Уфы серийный преступник Олег Заикин повесился, а уголовное дело было закрыто. Один из самых известных чешских писателей Карл Чапик сказал когда-то любопытную вещь. Сама по себе саранча еще не наказание. Она становится наказанием, когда ее много. Так же и с дураками. На сегодня это все. Берегите себя и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин